Святитель Иоанн Златоуст Ты не видишь, что там? А Бога разве видишь? Однако, уже ли потому, что не видишь, скажешь, что нет Бога? Напрасно скажешь, я очень верю, что Бог есть, но если кто-нибудь из неверных спросит тебя, а кто приходил с неба и возвестил тебе сие, что ты будешь отвечать ему? Откуда ты узнал, что Бог есть? То есть, из вещей отвечаешь видимых, из благоустройства, какое усматриваем по всем творениям, из того, что это всем известно, а если так, то с такой же верою прими и слово о суде? Как же? Ты скажешь, а вот как? Я буду тебя спрашивать, а ты отвечай мне. Правосуден ли сей Бог, в которого ты веруешь, и каждому ли воздает по заслугам, или напротив, он хочет, чтобы злые благоденствовали и веселились, а добрые страдали? Никак отвечаешь, ибо и человек сего не потерпит. Где же будут наслаждаться благами добродетельно здесь пожившие? Где и злые получат наказание, если не будет воздаяния? Но чтобы ты яснее мог видеть сие на примере, то вот пример Богатого и Лазаря. Первый наслаждался благами настоящей жизни, а второй предвкушением благ будущих. Уже ли ты думаешь, что одно и то же есть вечно терпеть мучения и в короткое время претерпеть голод? Уже ли это все равно? Но терпеть болезни в тленном теле и в нетленном страшно мучиться в пламени, быть увенчанным и торжествовать в бессмертной жизни за кратковременную болезнь всей жизни и мучиться там без конца за кратковременное наслаждение земными удовольствиями. Да и кто бы почел все это за одно и то же? Что ж еще хочешь? Того ли, чтобы мы показали качество и количество того и другого? Суд Божий и определение Божие о том и о другом? Но доколе будешь говорить слова, приличные только тем, кое подобны жукам, ничего более не знающим? Разве копаться в навозе? Ибо разумным людям не свойственно губить за ничто столь драгоценную душу, тогда как мало только надобно потрудиться, чтобы получить небо. Если хочешь, я и с другой стороны докажу тебе, что будет страшный суд по смерти, отверзи двери твоей совести и возри на судью, сидящего в твоей душе. Если ты, будучи себя любив, осуждаешь себя самого и не терпишь, чтобы другие произносили неправедный суд, не гораздо ли более Бог попечется о своем правосудии и беспристрастно произнесет суд о всем? Или он оставит все на произвол без внимания? Ну кто отважится сказать себе? Никто. Напротив, с нашим мнением согласны и елены, и варвары, и стихотворцы, и философы, вообще весь род человеческий. Хотя и не все в равной мере, ибо все допускают некоторого рода судилища в аду. Так что для всех ясно и несомненно, но скажут, для чего же здесь не наказывает Бог? Для того, чтобы показать свое долготерпение и через покаяние доставить нам спасение, чтобы через то не истребить совершенно нашего рода, и чтобы не лишить спасения тех, которые через перемену порочной жизни на лучшую могут еще спастись. Ибо если бы он неукоснительно наказывал каждого за грехи его, то как бы спасся Павел, как бы Петр, все верховные учители вселенной, как бы получили спасение гаолитяне и многие другие? Посему-то Господь не всех наказывает здесь, но из всех только некоторых. И не всех там, но одного наказывает здесь, другого там, чтобы здесь наказание одних и не наказание других через то возбудить от усыпления греховного и самых бесчувственных, и заставить их ожидать будущего наказания. Уже ли ты не знаешь, что многие наказываются и здесь? Например, те, кои погребены были под развалинами башни Силамской? Лука, 13 глава, 4 стих. Или те, коих кровь Пилат смешал с их жертвами? Здесь же 1 стих. Или те из коринфян, кои умирали внезапной смертью за то, что недостойно причащались святых тайн? 1 Коринфян, 11 глава, 30 стих. Также фараон, или те из иудеев, кои побиты были некогда варварами, и многие другие, как тогда, так и ныне, и всегда. А другие, хотя и много нагрешили, но умерли, не получив здесь наказания, как, например, он и богат, живший во дни Лазаря, и многие другие. Так поступает Господь для того, чтобы возбудить веру в тех, кои не верят будущему, но живут беспечно. Ибо Бог судья праведный, крепкий и долготерпеливый, и Бог всякий день строго взыскивающий. Псалом 7, 12 стих. Но если мы будем во зло употреблять его долготерпение, то придет время, когда он нисколько уже не потерпит, но тот час накажет. Беседа на 2-е послание к Коринфянам.